Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я думаю, что это он... А он, Ильдар Иванович, я хочу вас отблагодарить. Деньги вы не возьмете. А вот и подает мне ветку с крупной земляникой. А они, говорит, такие же красивые, как ваши самоцветы. Вот и подал мне букетик. А я, говорит, чуваши, всем буду рассказывать и показывать. Какая же здесь красота. Я думаю, вот хоть до одного дошло. Что не все так. Не все деньгами измеряется, да. И вот пигматитовые жилы, значит, обязательно должно быть... Есть несколько типов пигматитовых жил. Есть с ядром кварцевым. Вот здесь, видите, белое ядро. Вот здесь, наверное, уже змеевики все-таки. Больше разрушенный змеевик, наверное, по породам. Вот, если смотреть. Ну и вот. А часть типа мариона, то есть дымчатый квас черный такого цвета. Но не кристаллический. И вот здесь, значит, если кристаллический идет, дымчатый, то могут быть цитрины в этой яме. Или марионы. Но в основном, значит, здесь вот очень... Почему золотуха-то называют? А потому что цитрины были шикарные. До нескольких метров кристаллы золотуха назвали от золотистого цвета. Чернуха от мариона. Понимаешь? И вот эти вот названия, это они все... Ну, как тебе сказать? Кому, как говорится, что фантазия. Да, видишь, это вот змеевики все-таки, видимо. Ну да, змеевик идет. И вот кварцевое жило. Кварцевое жило. И вот никель еще проявляется тут. Здесь, видимо, все-таки турмалины были. То есть все-таки проявление никеля, оно зелененькое? Да, да. Синий, зеленый бывает. А видел, на липовке такие. Где ж мариевики, там и холера такая. И вот они, эти деды-то, сигареты-то отойдут, они, значит, ориентировались все-таки по микрозанурышам. И вот, если вы, например, замечаете, что маленькая яма, вот особенно это хорошо видно на лобашке, вот на богатом болоте, по осевой линии идут. Вдруг маленькая яма, больше яма, еще больше, и самая большая яма. Потом вдруг раз, бах, обрыв. И все. Значит, жило выклинилось. Или наоборот продолжается опять маленькая яма. Спасибо.